В этом году я уже проводила эксперимент и выращивала рассаду томатов не в квартире, а прямо на даче, посеяв семена напрямую в теплице в самом конце марта, лишь только как смогла пробраться на участок. В итоге результат оправдал все ожидания, и несмотря на то, что на начальном этапе домашняя рассада, которая была посеяна месяцем ранее, своими размерами превосходила тепличную, то в течение лета все растения сравнялись, и уже урожай я собирала со всех грядок одновременно. Так вот, раз уж вспомнила такой посев, то вспомню его и преимущества. Это, во-первых, очень удобно, так как весной в горячую рассадную пору дома просто катастрофически не хватает места для многочисленных емкостей с рассадой, что мы уже только не придумываем, чтобы разместить их, да так, чтобы им было достаточно света. А во-вторых, сама рассада из теплицы получается более крепкая, закаленная, с таким толстым коренастым стеблем. Поэтому в этот раз я пойду еще далее в своих экспериментах и посею томаты прямо под зиму, как семенами, так и плодами. А весной обязательно сниму результаты и поделюсь им с вами. Итак, для этого нам понадобится сам посадочный материал, пластиковые маркеры и ящик укрытия. А сам процесс посева занимает не более пары минут. Для этого сначала выбираем небольшой участок земли, где снег сходит раньше всего, то есть само место обязательно должно быть солнечным. Затем слегка взрыхляем поверхностный слой почвы, тут же его немного утрамбовываем, чтобы площадка получилась ровная и семена не провалились глубоко. И раскладываем сами семена. У меня это штучек 20 семечек одного из моих любимых сортов 100 пудов и небольшой помидор, который я купила на рынке и посажу его ради эксперимента. Если же весной будет положительный результат, то тогда следующим летом можно будет просто целиком заморозить пару собственных томатов для вот такой посадки под снег. Сам плод при посадке можно положить в землю целиком или же его раздавить, это не критично, так как за зиму он все равно сгниет, а весной его семена взойдут кучкой и нам останется лишь разделить сеянцы между собой и рассадить рассаду на грядку. Кстати, в природе именно таким образом и происходит естественный посев. Бывает, что плоды падалицы непроизвольно где-то остаются на грядке, а в результате весной в этих местах они всходят крепкими и здоровыми сеянцами. Скажу даже более, у моих соседей также самопосевом каждый год рассада вырастает в разных уголках теплицы. Казалось бы, в теплице без снега все живое должно вымерзнуть, но по факту сначала весной томатные всходы пробиваются кучками в разных местах, а затем их рассаживают туда, куда нужно. И в результате они дают добрый урожай с той лишь разницей, что на пару недель позже остальных собратьев. Я же свои посевы и посадки сверху ничем не присыпаю и не прикрываю, то есть стараюсь делать все максимально приближено к природным условиям. Лишь только для себя отмечаю маркером, что и где посадила, и накрываю этот участок пластиковым ящиком, чтобы весной не потерять это место из вида. Ну а в завершении пару слов относительно вот таких подзимних посевов. Напомню, что любые семена холодостойких культур, которые мы высеваем в зиму, нужно сеять уже на подмороженную землю, да еще и убедившись, что по прогнозу не предвидится долгосрочная оттепель. Или же тогда семена могут прорасти раньше времени и в результате замерзнуть. Иными словами, начинаются устойчивые заморозки, значит самое время сажать наши помидоры. Спасибо за просмотр! Ставь палец вверх и подписывайся на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok